Добрый вечер, дорогие коллеги, я буду рассказывать о вкладе Каментинского в Кавказское подразумение. Сфера кавказовических интересов крупнейшего мирового авторитета фреклориста-теоретика Елизавета Моисевича Дмитрийского обкладывала «Нат» и «Эпос» и другие эпические произведения народов Кавказа, которые получили серьезное теоретическое осмысление в исследованиях ученых в одних работах в качестве предметов исследования, а в других в качестве здравительного материала. Как известно, в число основных направлений незаврядных трудов ученого входило исследование происхождения и ранних форм эпосов от мифа и героической сказки к эпосу. По словам учеников Каментинского, Сергея Юрьевича Никутова и Ленина Сергеевна Новик, первенствующее место у него всегда занимало движениями по рисовательной традиции во времени их в месяц. Перевискиваясь традиции капитальных исследований Ленинского убеждаешься в том, какое множество содержащих в них суждений основывалось на анализе мифоэпических традиций народов Кавказа. Кавказский, Натский эпос и древнейшие фрагменты грузинского и армянского эпоса Ленинский ввел в особую группу и особую раннюю ступень в истории эпоса. Ленинский, наряду с Кабаевым, Юмезинером, Налыпо и других представителей старшей эко-гонды ученых, являются инициатором наиболее фундаментальных разъяснений по нацскому эпосу. Ему принадлежит первенство в раскрытии семантики ряда образов, сюжетов и мотивов Натского эпоса и других кавказских сказаний. В Калькерске неизмелимо большого сравнительного материала по мифологии и фольклору народов мира. В 1957 году в сборнике материалов совещания, посвященного изучения Натского эпоса, которая проходила в Аркадемпице в линии Владикавказа, Елизар Моисеевич опубликовал весьма обстоятельную работу, к которой он приложил составленный им первый примерный указатель сюжетов Натского эпоса по русским источникам. В указателе, хотя и основан он на ограниченном количестве материалов, переведенных в ту пору на русский язык, эпические тексты сгруппированы теоретически совершенно правильно, по циквам сказаний о героях, а внутри каждого циква по сюжету. В данном исследовании эпоса, где вы, столь основательно и аргументированно, определил место Натского сказаний в истории эпоса, как типичного героического эпоса, сохранившего весьма архаические черты мифологической фантастики. Древнейшие части Натского эпоса, особенно сказания о сослании с Возрухо и Сирдоне, типологически близки к мифологическим песням Эдды, к рулам Каннибалы, к вавилонскому эпосу Гиргамеши, даже к полинезейским сказаниям о культурном герое Мауэ и его братьях. Более постные пласты Натского эпоса поднять его жарговые особенности с ягудским, монгольским, ирландским эпосом. Несмотря на совпадение отдельных мотивов Натских сказаний с русскими булинами, сербскими и болганскими и юнацкими песнями, структура Натского эпоса резко отличается своей архаичностью от эпоса славянского, которому присущ ярко выраженный исторический характер, связанный с государственностью. Приведенная цитата чрезвычайно характерна и с точки зрения широчайших масштабов и глубины и посоветского мышления ученого. На основе тщательного анализа доступных ему в то время материалов Натского эпоса и в мир сопоставления с мифоэпическими традициями других народов, он делает очень целые выводы пожарного природы образом, сюжетом и мотивом Натского эпоса. Приведем некоторые из них. По мнению Миквидетинского, образ сатани, материна, Натского эпоса само по себе является чертой почти уникальной. Наиболее архаические черты она обнаруживает в цепи сказаний о сосыку, о сосыку, о сослане, особенно в близких между собой абхазской и адыгской версиях. Она выступает в абхазских сказаниях как погравительница качества. И песни о том, как сатана соблазнила своей красотой пастуха, исполняются на подобии трудовых песен. Нет сомнений, что в подобных сказаниях мы наблюдаем почти непосредственное отражение материнского рода и материнского рода, явления исключительной вибрической поэзии. По инфекции Миквидетинского, Натский эпос в настоящее время известен в двух основных версиях – Осетинской и Абхазо-Адыгской. Об этом он писал в 1956 году еще. Так что позже и сейчас мы поговорим о других версиях Миквидетинского эпоса. Абхазо-Адыгские версии в основных циклах обнаруживают большую архаичность. Педро Абхазо-Адыгского эпоса «Сказание о Сосрюху». В посетинских версиях Сосрюху оттеснен другими героями – героями Урзмагом и Батратцем. В более архаичном Абхазском и Адыгском Натском эпосе в цикле «Сказание о Сосрюху» ярко выражены переживки патриархата. В осетинском фольклоре более полно представлена следующая ступень «Сказание патриархального характера» о Бурусмаге и Батратце. Эпический цикл Сосрюху следует считать наиболее древним хвостом Натского эпоса первым этапом в его истории. В его образе можно выделить весьма архаические черты культурного героя, похищающего огонь и другие элементы культуры у веникара, и целый комплекс признаков характерных как для сказания культурных героев, так и вообще для фольклора доклассового общества. Абхазо-Адыгские варианты сказания о подобии огня сохраняют древнейшую редакцию, в которой черты культурного мифа выступают с полной отчетливостью. Осетинский фольклор дает нам двойное развитие. В сказании о сослании вместо культурного героя, похищающего огонь, находим пастуха, перекочавшего со стадами в теплые края, охраняемые великанами. В сказании о симптоме сохраняется момент вражды с нартами и сюжет прохищения огня, который находится уже в комическом парадином валь. Медикинский допускал, что нартский эпос создавался предками современных народов Северного Кавказа на территории Северного Кавказа, главным образом вперед в господство так называемого Алландского союза гений. Эти и многие другие позиции Медикинского стали основополагающими в дальнейшем изучении Алландского эпоса, со исключением мнения ученого о формировании эпоса в эпоху Алландской военной демократии, которая показалась весьма спорным и малоубедительным среди исследователей. По их мнению, при решении вопросов генезиса нартского эпоса необходимо учесть, и это очень существенно, что абхазо-адыгские нартские сказания и осетинские нартские сказания обладают разными центральными циквами. Циквам сказания о Сосликуа и циквам сказания о Батрадзе. Иными словами, истоки ведущего циква нартского эпоса абхазов и адыгов, сказания о Сосликуа, хронологически значительно отделены от времени возникновения эпоса как жанра фольклора и восходят древним мифом предков абхазо-адыгских народов, возможно, к третьему, ко второму тысячелетию до нашей эры. Происхождение же ведущего циква нартского эпоса Сосликин, сказания о Батрадзе, восходит к древним мифам предков Сосликин, к эпохе алландской военной демократии в первом тысячелетии до нашей эры. Безусловно, при отсутствии письменных источников, речь может идти только об относительной хронологии. Впрочем, можно сказать, что здесь между Медикинским и его оппонентами, по сути, нет противоречий. Более того, построение своей конструкции, концепции о двух центральных циклах нартского эпоса, они во многом опирались на интерпретации Медикинского цикла, сказания и о Сосликуа, и о Батрадзе. Поэтому, в некотором смысле, эта точка зрения о двух центральных циклах, можно сказать, продолжила осуждение Медикинского, о Сосликуа, как очень древнего образа, обладающего весьма архаическими чертами культурного героя, и о Батрадзе, как воплощающего новую замешающую форму геройко-эпической идеализации, типичнейшего богатеря Божьего. Идеи, содержащие им в первом исследовании, Медикинский улыблял, расширял, усочнял и усиливал в своих последующих работах. Так, в 1969 году он издал фундаментальный классический труд в происхождении геройко-эпосылании в форме и архаические памятники, который отличается блестящим знанием мифологических культур народов почти всех континентов смелости и широкой подходов к посторонней решению проблем. Работа, на мой взгляд, стала новым этапом в изучении архаических памятников и настольной книгой для каждого и посоветов, в которой открываются первобытные истории и рамки развития эпической традиции на основе анализа карелло-финских, кавказских, тюрко-монгольских, шумер-акадских эпических традиций, главные герои которых имеют отчетливые черты культурных героев. Вторая глава книги объемом 291 страницу посвящена длиннейшим герорическим сказаниям народов Кавказа, Нарцкому эпосу Сиким, Адыгов и Абхазов, Крузинскому эпосу Рубамирани и длиннейшим кластам Армянского эпоса. Первая, основная часть главы представляет собой весьма расширенный вариант первой статьи ученого о Абхазовском эпосе. Эти интерпретации и выводы ученого почти те же, но здесь они изложены более основательно, аргументированно и убедительно, в том числе еще большим числом сравнительного материала, как из отдаленных традиций, так и из внутрикавканских эпических сказаний. Касаясь отражения неких конкретных исторических событий в Нарцком эпосе, Медикинский справедливо считает произвольными попытками отрождествить некоторые сказания и образы, например, сопоставление армянского предания V века об аландской царевне Сатиник, вышедший замуж за армянского царя Афташеса с нарцким сказанием о рождении героя из камня. Сказание о Сатиник у Моисея Харенского следует рассматривать, как пишет Медикинский, не как прямое отражение сюжетов аландского флотвора, а как свидетельство популярности образа сатаны и самих ландских сказаний в V веке нашей эры. Спасибо. Сказание о чудесном рождении, со ступой из камня, Медикинский читает древнейшим гемифологическим сюжетом, возможно, настоящим неолитом. Он обнаружил совпадение кавказского сюжета о рождении героя из камня с мифами о культуре героев, о миланесском Кате, иранском Митре и его сцене, а также с хетто-хулицким улипкумой. Существенно отметить, что на сходные черти со ступой и улипкумы впервые обратил внимание именно Елизавет Моисеевич Моисеевич Медикинский, сопоставляя со ступой с персонажами других архаических и фоэтистских традиций, он считал, что сказания по рождении со ступой о митре и об улипкумы можно допустить общую основу. В дальнейшем этот взгляд ученого получил развитие, в особенности в работах хитолога Владислава Арбинга, находящего близкие параллели между ладским эпосом и курицким песням об улипкуме. хатским мифом о борьбе бога, грозы со змеем, которые указывают на их общие истоки, и они могут быть объяснены предлагаемым генетическим разбором улитов-радского и хатского с восточно-кавказскими и западно-кавказскими языками. Я пропускаю. Кавказовические исследования Медитинского относятся к самым авторитетным студиям, бесспорным нововведениям в Кавказское посоветение. Ни до, ни после Медитинского Кавказский нацский эпос не подвергался столь глубокому сравнительно-типологическому анализу на таком уровне комбантеристики. В последний день, можно сказать, ни одно серьезное исследование эпической традиции Кавказа не обходится без сутки на труды Медитинского. С одной стороны, обращение Медитинского к архаическим текстам народов Кавказа было вызвано одним из ритмотивов его научных интересов – выявлением первокутных истоков героического эпоса. С другой стороны, на этом пути ученый-теоритик фундаментально изучил Кавказский эпос, раскрыл тайны архаического эпического мировоззрения Кавказа. Спасибо за ваше удовлетворение. Спасибо за прочность. А есть ли вопросы о выполнении? Спасибо. 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 Спасибо.